В общем, у меня руки уже конкретно окоченили. Сейчас пойду в дом отогревать их. И заодно поставлю телефон на зарядку. В итоге получилось чуть больше пол ведра сосисек. По сегодняшним меркам это отличный результат. Телефон немножко зарядился, так что теперь могу продолжить съемку. За это время растопил печку и поставил собакам вариться. Вот такую вот небольшую порцию. Потому что у них еще со вчерашнего дня осталась еда. Ее нужно будет только разогреть. Сейчас раскочегарю печку и поставлю себе рис вариться. Чтобы к моменту приготовления поджарки он уже был готов. Вот раскочегарил печку. Сейчас с таким жаром у меня рис быстро сварится. Вот так вот. А пока вода закипает, я определюсь с сосисками. Сейчас сварю для пробы штучек 10. Желательно разных. Чтобы оценить, какие лучше, какие хуже. Возьму. Отсюда отрежу. Вот отсюда отрежу. Ну и какие тут еще. Были с телятиной. Были. Мясняшки какие-то. И еще трое поросят. Так. Ну а вот это мясо я сделаю из него поджарку. Вместе с лучком. То, что оно грязное, это ерунда. Я его промою, обрежу. И как полагается приготовлю. В конечном итоге, я думаю, каждый из вас захочет его съесть. Сразу бросил их в кастрюлю. Но варить я их сейчас не буду. Потому что мне главное сперва сварить рис. Вот. Вода уже закипела. Я уже приготовил рис. Он у меня тут идет в перемешку с макаронами. Ну просто пачки разорваны были. Сейчас я произвольно брошу. Два. Три. Сейчас приберу на столе немножко. И буду заниматься мясом. Чтобы приступить к приготовлению этого сочного куска мяса. Сперва нужно хорошенько его обработать. В этом мне поможет вода и нож. Больше ничего. Перед обрезанием повторно и тщательно промываю его в воде. Чтобы максимально избавиться от загрязненности. Теперь максимально аккуратно нужно срезать все лишнее. Чтобы не зацепить чистые места. Потому что кусочек и так небольшой. А если я сейчас начну его кромсать, то мне вообще ничего не останется. В общем обработал я этот кусочек как положено. Можно сказать с минимальными потерями. Сейчас промою его под струей воды. И можно будет нарезать. А эти сосиски сейчас вынесу на улицу. Чтобы они в тепле не портились. Не понял. Ой, немножко прозевал. Ой-ой-ой-ой. Так, пора отставлять. Блин, одного достаточно. Все. Теперь будет с краю у меня доходить. Накрою крышкой. Готов рейк, можно сказать. Что такое все валится. Обрезанные кусочки отдам Чаппи. У него растущий организм. И белок ему сейчас необходим. Иди кушай. Кушай. Молодец. О, как уплетает. У меня смайлиц. Практически на исходе. И как назло не попадается свежее сало. Но думаю, на эту порцию мне его хватит. Сейчас пересыплю все в сковородку. И буду жарить. Кстати, я ее не мою. В целях экономии смальца. Добавляю немножко воды. И отправляю на печку. Вот теперь пускай прожарится хорошенечко. Так, рис у меня уже сварился. Теперь нужно поставить сосиски. На, еще кружочек. Вот так. Все. Теперь остается только ждать. Оказывается, у меня закончился молотый перец. А я хотел посыпать им поджарку. Ну, это не страшно. Я, кстати, еще немножко воды долил. Она уже почти что испарилась. Нужно, чтобы хорошо пропарилось мясо с лучком. Сейчас еще долью. Что у меня по сосискам. О, уже можно снимать. В общем, скоро уже будет все готово. Вот и все готово. Вот так оно выглядит. Я бы, конечно, сейчас мог взять все и разложить по тарелочкам. Но я этого делать не буду. Потому что я безумно голоден. И у меня есть неистовое желание это все съесть. В общем, поджарка получилась обалденной. Сосиски я еще не пробовал. Но я уверен, что они на уровне. Рис. Рис стандартный. Ничего необычного. Всем приятного аппетита.